ТОП-5 самых странных видов спорта Ношение жен Это соревнование предусматривает гонку мужчин, каждый из которых несет свою напарницу. Правила гласят, что женщина должна быть старше 17 лет и весить не менее 49 килограммов. Однако она не обязательно должна быть женой участника забега. Изначальная трасса проходила по скалистой местности и включала разные преграды в виде заборов, ручьев, бревен и прочих. Современный же вариант представлен дорожкой, посыпанной песком и гравием и оснащенной водными препятствиями. Впервые современный вариант гонки был проведен в Финляндии в 1992 году, а первые иностранные участники зарегистрировались в 1995. Кроватные гонки Хотя кроватные гонки популярны по всему миру, самое знаменитое соревнование проводится в Нерсборо, Англия. Первая гонка прошла в 1966, благодаря энтузиазму организации, искавшей способы привлечения внимания общественности для сбора средств на благотворительность. Правила требуют, что один из членов команды должен находиться на кровати все время гонки. Кровать должна иметь четыре колеса и иметь возможность плавать. Последнее требование обусловлено тем, что гонка, как правило, заканчивается простым заданием переправить кровать через реку. Сипакта крау Этот спорт родом из Юго-Восточной Азии. Его еще называют волейбол ногами и описывают как скрещение волейбола и футбола, где игроки могут отбивать мяч любыми частями тела, кроме рук. Первая версия Сипакта крау не была соревновательной, а скорее была демонстрацией физической подготовки, сноровки и использовалась как зарядка после долгого времени сидящей или стоячей работы. Сейчас же этот спорт представлен не менее напряженными матчами, чем Кубок мира по футболу. Экстремальная глажка Этот вид спорта совмещает в себе драйв экстремальных видов отдыха и спорта с удовольствием в отношениях хорошо выглаженной рубашки. Экстремальная глажка может проводиться где угодно, например, там же, где вы могли бы заниматься скалолазанием, подводным плаванием с аквалангом, прыжками с парашютом или на худо конец бегом. История экстремальной глажки началась в 1997 году жителям Англии в его саду. С тех пор этот вид спорта стал популярным во многих странах. Его поклонники снимают видео и делают фото процесса глажки в самых невероятных местах и условиях. Гройн-бол Эта безумная игра была придумана предположительно в Японии. Заключается она в том, чтобы ударить соперника в область паха. В игре принимают участие две команды, каждая из которых включает метателя меча и целевого игрока. Целевые игроки от каждой команды становятся лицом друг к другу и держатся за плечи соперника. Задача метателя меча в том, чтобы пропустить мяч между ног своего напарника и попасть в пах сопернику. Баллы присуждаются за каждый меткий удар. Игра продолжается до определенного количества попаданий или до нокаута, момента, когда один из целевых игроков рухнет от боли на пол. На этом все. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал и не забудьте поделиться этим видео с вашими друзьями в социальных сетях. Спасибо!